В течение пяти лет войны на Донбассе из оккупированных территорий в Украину выехало несколько миллионов человек. Среди них врач из Донецка Наталья Маргун. Я отправила семью, а сама еще до конца 15-го года жила в Донецке. И в начале 16-го я уже совсем выехала. Какое-то время я работала, но в 15-м году я уволилась. Наталья переехала из Донецка в Славянск и уже три года работает терапевтом на новом месте. Однако среди ее коллег есть те, кто по-прежнему живет в неподконтрольном правительству Донецка и других городах. В основном по бытовым причинам. Один из важных вопросов, который возникает у тех, кто остался, что будет, когда в Донецк вернется украинская власть? Какой статус приобретут врачи, учителя, сотрудники МЧС, рядовые сотрудники милиции, оставшиеся на своих рабочих местах в Донецке? Когда я пытаюсь поговорить по телефону, я, конечно, чувствую депрессивное настроение. Так все хорошо у них. У них все хорошо. Но голос грустный. В российских и подконтрольных ДНР и ЛНР средствах массовой информации периодически появляются материалы на ту тему, запугивающие украинскими карателями. Якобы для всех, кто остался на оккупированной территории, киевские власти приготовили наказание за сотрудничество с сепаратистами. Но специалисты говорят, что в уголовном кодексе Украины таких норм нет. Если они не совершают никаких криминальных правонарушений, которые бы имели общественную опасность, там опасность или преступление против государства, призывы к насильственному свержению строя, то абсолютно нечего бояться. Подобные заявления подконтрольных ДНР и ЛНР СМИ никак не способствуют возможному примирению сторон после завершения конфликта. Однако некоторые политики с украинской стороны подливают масло в огонь и дают российским СМИ широкое поле для их манипуляций. Например, проект закона о коллаборантах, который рассматривался в Верховной Раде в апреле 2017 года. Там говорилось лишь о наказании тех, кто принимал активное участие в организации референдума, незаконных вооруженных формирований и других противоправных действиях. Но российские средства массовой информации используют подобные инициативы, чтобы дальше пугать жителей Донецка и Луганска возвращением Украины. В данном случае работники бюджетных организаций являются заложниками ситуации. Мы, конечно, должны подумать, есть ли в принципе теоретическая возможность, правовая возможность осудить по уголовному кодексу каких-то людей, которые обеспечивали жизнедеятельность городов и поселков, которые занимались подвозкой продуктов и их продажей, которые воспитывали и обучали детей, те, которые выполняли медицинские услуги, врачи, медсестры. И даже, я больше скажу, те милиционеры, которые обеспечивали внутренний правопорядок в городах. То есть из-за того, что они делали эту свою работу, к ним претензий уголовно-правового порядка быть просто не может. Подписав минские договоренности, Украина взяла на себя обязанность принять закон об амнистии участников событий на территории Донецкой и Луганской областей. Данное положение есть в так называемом законе об особом статусе Донбасса. Документ должен предоставить амнистию участникам событий на Донбассе, которые не совершили тяжких преступлений. Однако, как говорят эксперты, амнистия распространяется лишь на тех, кто нарушил уголовный кодекс. Бюджетники в эту категорию вообще не входят и бояться им нечего. Никакое положение минских договоренностей вообще не имеет в виду обычных людей, которые просто выполняют свою обычную работу, не причиняя никому вреда. С точки зрения определенных слоев населения вред, конечно, есть. Например, когда учителя учат детей на основании каких-то российских программ тому, что Сталин – это очень хороший дядя, что Ленин – это тоже очень хороший дядя, что нужно им поклоняться и тому подобное. Да, это очень плохо. Но это не криминал. Министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш также считает, что наказанию подвергнутся лишь лидеры незаконных республик. Если Украина собирается и в будущем придерживаться европейского, демократического пути и хочет вернуть оккупированные территории, логично сделать так, чтобы оставшиеся там люди не испытывали страх украинской власти и правосудию. Один из способов предлагают эксперты. Я думаю, что Верховная Рада должна была бы принять постановление, в котором указать, что будет принят позже закон об амнистии, который будет касаться лишь определенных преступлений, а те лица, которые не выступали против своей страны с оружием в руках, которые не организовывали незаконные референдумы, которые не предали свою родину, а просто чисто занимались жизнеобеспечением, образованием, охраной здоровья, обеспечением правопорядка, им не о чем беспокоиться. И вот эти слова должны быть зафиксированы в постановлении Верховной Рады. И те же бюджетники, врачи, должны продолжать свою работу без страха быть наказанными за то, что остались верны своей клятве, где бы они ни находились. Особенно, если от этого зависит жизнь человека. Когда придется, например, ну вот мне, например, доведется поехать туда, и у меня кто-то там на глазах кому-то заплохеет или нужно будет полететь. Я буду это делать, потому что, ну я же врачу все-таки, это все люди. И тут нельзя делить хороший, он плохой.